Привет, дорогие друзья! Мне кажется, у меня первый раз немножко сменился ракурс, и первый раз сзади так видны кресла. И на самом деле эти кресла, они... Это там, где я провожу консультации, и одно из кресел это кресло моё, другое кресло где... кресло где сидит клиент. Как вы думаете, голосуйте, какое из этих кресел моё, какое всегда клиентское. Там сзади ещё салфеточки лежат. Ну ладно, знаете, о чём я хочу с вами поговорить сегодня? О магическом мышлении, о том, почему в том числе популярны, в общем, да, сейчас очень популярны. Они всегда были, ну и сейчас с развитием психологии, знаете, такой популистской психологии, вот эти карты желаний, ну, по большей части, да, вот, наверное, карты желаний нарисовал, визуализировал, и всё. Бери, бери от вселенной, вселенные, берите щедроты от вселенной, а просто сиди на жопе ровно, оно само, всё произойдёт, главное верь, да. И сейчас очень много курсов таких происходит, продаются такое инфо-цыганство, да, что называется, когда инфопродукты продают, а за ними на самом деле ничего не стоит, а папки рубятся большие. То есть, знаете, такое магическое мышление, то есть вера в иррациональные какие-то вещи. И откуда вообще это идёт, почему так идёт? Разумеется, конечно же, с одной стороны, это очень граничит с инфантильностью человека, с тем, что не хочется, нет желания работать над чем-то, что очень хочется быстрых результатов. Вообще, да, нашей психики, очень хочется этого, когда не включается рациональная наша часть, и нам очень хочется верить, что вот я сейчас зажгу какую-нибудь свечку, сожгу что-то, поплюю куда-то. Опять-таки, почему бабки-гадалки тоже, да, вот эти все популярные. И оно всё само произойдёт. Я сейчас не беру те вещи, когда человек в отчаянии, и он уже готов на всё, в том числе сходить к этим гадалкам, бабкам, чтобы они, не знаю, поплевали и руками попроводили. И всё, все горе исчезнут, да, все горести. Я сейчас говорю в обычных ситуациях, популярных сейчас. Хотя, знаете, про бабки-гадалки тоже вот здесь говорят о том, что вот магическое мышление, оно часто присущее людям, которые очень хорошо, легко внушаемые, разумеется, которые, ну, не очень образованные эти люди. И вспомните, да, и в деревнях вот эти как раз бабки-гадалки. И моменты... Сейчас вспоминаю. Рассказывает мне мой друг, когда тоже родители отводили его в своё время к вот такой бабке-гадалке. Хотя, я тоже вспоминаю, у меня тоже такое было, и меня отводили к этой бабке. И, знаете, у меня в детстве был нервный тик, я начинала вот так моргать. И это всё прошло, как вы думаете, когда, когда я делала линзы, да. Видимо, возможно, тоже я плохо просто видела, и начинала вот так щуриться и моргать. И с линзами всё прошло. Но тоже меня водили, и там вот здесь тебя покрутят, вот здесь похлопают. И то, что друг мой говорит тоже, ну, они с бабушкой были. И там бабулька такая там здесь приложила руку, о, господи, чувствуешь, чувствуешь, тепло. И он такой, я ничего не чувствую. И это бабулька, что она делает, разумеется, бабульке-то нужно как-то зарабатывать. И она зовёт бабушку, вот уже друга, ну вот приложите, вы чувствуете тепло. И бабушка, разумеется, такая достаточно внушаемая, тем более с возрастом тоже. Смоз, психика становится такая более закостенелая, да. И пожилые люди больше верят в какие-то вещи. И бабушка такая, да-да-да, чувствую, чувствую, чувствую. Ну, то есть такая очень сильная внушаемость. А к чему я это всё? Так, к чему это всё? Говорила про магическое мышление. Что, с одной стороны, да, когда ещё так же магическое мышление включается. Ну, например, частично условно психологи тоже этим работают, с этим работают, это применяют, такая ритуальность. Например, когда работа с травмой, работа с обидой. И вот, да, вот мы говорим, напишите обязательно терапевтическое письмо. Но, разумеется, там уже свои проходят процессы в мозгу. Например, когда тоже терапевтическое письмо. И как будто человек пишет маме письмо о том, что вот я тебя, там, я на тебя злю за то-то-то-то-то-то-то-то-то. И я тебя люблю за то-то-то-то-то-то. И потом, как будто мама пишет мне ответ. То есть, одна из тех, когда я пишу маме письмо, но никому не отравляю. Я пишу маме письмо, как будто мама прочитала это письмо. И она пишет мне этот ответ. И в конце я могу сжечь. Вот психологи говорят, либо сожгите, вот все, выкиньте во вселенную, отправьте куда-то письмо. Вот здесь такое, да, немножечко-то магическое мышление, ритуальное, что психика, опять-таки, наша любит вот эти ритуалы. Все, это все прошло. Я от этого очистился, освобождающий огонь. Он проработал травму, и как бы травму, какие-то обиды, эмоции, и закрыл вот эту ситуацию тем, что вот сжег, смыл в унитаз, не знаю, это письмо. То же самое, когда на Новый год, да, допустим, что это всего лишь год, всего лишь день в нашей долгой-долгой-долгой жизни. Нам всем очень хочется вот справлять Новый год, хочется очень то, что сказать себе, ну все, в старом году остались все обиды, все плохое, настоящий Новый год, новое ожидание, новое впечатление, все, закрыли эту главу, все плохое оставили там, все, да, за это выпили. И оно как бы становится вот легче, да, психика, она вот как будто отпускает вот эти ситуации. Тоже, да, такая часть магического мышления. Вот, но когда это магическое мышление превращается, когда используют это магическое мышление и превращается в это инфо-цыганство, когда вот эти продукты, где говорят, сделай вот эту карту визуализации, нарисуй, помните, вот, я не знаю, ей уже очень много лет, нарисуй все, что хочешь, и оно начнет сбываться. Ну вот напишите, кто так делал, когда там еще был маленький, это такая штука, я вспомню, когда началось, мне кажется, лет 15 назад это началось, и у кого-нибудь чуть-чуть это сбывалось, вот просто само собой разумеющееся. Я думаю, нет. И вот в этом как раз такая, ну, не то что опасность, это просто выколачивание бабла с людей, что вот сделай эту карту, все у тебя сбудется, и люди ничего не делаются. То есть, главное, да, идея-то в том, что, да, визуализация классная, и в психологии тоже, да, там, визуализация классная, но когда человек берет ответственность и делает, то есть, я визуализирую, что я хочу, но после этого у меня есть конкретные шаги, которые я прописываю, к чему я хочу идти, как я хочу идти, то есть, к чему я нарисовал, как я хочу идти, какие у меня могут быть препятствия, как я буду препятствия эти обходить, к кому я буду обращаться, чтобы эти препятствия обходить, то есть, да, вот здесь, когда человек берет уже ответственность в свои руки, а не просто сел на попу, проговариваю себе, что я красивая, я буду богатая, я найду самого классного мужика, а сижу дома, на жопе ровно, и вот жду, когда вот он на меня как-то вот спрыгнет, этот принц, да, поэтому вот в этом очень-очень-очень опасно включаться вот в эти все продукты, и просто бездумно в это верить, что вот оно, само собой, произойдет, а я ничего не буду делать, главное делать. И еще один тоже важный момент, когда это правда может работать, да, это может работать тогда, если у человека есть ограничивающие убеждения, например, да, там, что, да, там, мир опасен, что все уже раскуплено, все уже распродано, что только, не знаю, там, богатые детишки могут получать самое хорошее, а мы не с того тесто сделаны, наша участь, это вот, не знаю, 30 тысяч рублей зарплаты, и все, условно, да, либо вот этот мальчик страшненький, последний на деревне, вот с ним-то мне и, на нем-то мне и жениться, да, то есть такие ограничивающие убеждения, и когда со стороны человек говорит, что нет, да, там, мир полон, мир полон, полон тех же щедрот, полон ресурсов, просто вопрос о том, чтобы брать эти ресурсы и действовать, то у человека здесь может как раз поменяться фокус, поменяться вот установка на позитивную, он может в это начать верить, и это то, что позволит ему действовать, вот опять-таки, да, вот две разные вещи, в первом случае, я просто нарисовал, жду на попе, жду на попе, сижу на попе, жду, когда у меня появится этот дом, и проговариваю себе, да, второй момент, когда я, опять-таки, прорисую себе эту визуализацию, этот домик, и верю в то, что я достойна этого домика, и начинаю действовать, да, я начинаю менять свое умышление из ограничений в то, что я могу, у меня есть достаточно способности, у меня есть достаточно сил, чтобы брать из этого мира, что всем хватит в этом мире, да, всем хватит клиентов, всем хватит ресурсов, и тогда я иду, беру, и если раньше какие-то вещи я не мог делать, потому что у меня были ограничивающие убеждения, установки, то сейчас я это делаю, но, опять-таки, ключевое слово делаю, вот так, ребят, кто сталкивался с вот такими инфопродуктами, напишите, как вообще вы к этому относитесь, как вы относитесь к визуализации, вот этим картам желаниям, которые есть, напишите, расскажите, все, ребятушки, целую, вас обнимаю, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на телеграм, задавайте вопросы, о чем вы хотите еще послушать, о чем рассказать, делитесь этими видео, они очень классные, они очень полезные, и целую, вас обнимаю, до следующего видео, пока-пока!